Сначала для меня это просто начало хобби. Такое изредка раз, две, три недели поиграть. И ничего такого особенного. Потом как-то я поняла, что это очень умная и очень сложная игра, потому что это как шахматы. Там надо думать наперед, надо много двигаться, надо иметь хорошую растяжку, потому что когда залезаете на стол, по правилам, одна нога должна касаться пола. Бильярд – это та игра, в которой героиня нашей сегодняшней программы добилась невероятных успехов. Анастасии Сингуриде всего 21 год, а она уже не единожды становилась чемпионкой России, Европы и мира. Мне нравится играть, мне нравится компания, коллектив, вся ваша сборная, то есть все друг за другом горой стоят. И мы как одна большая семья, неважно из какой вы страны, какой национальности, какого вы вероисповедания. Все мы одна большая семья спортсменов, бильярдистов. Почему девушка выбрала именно этот вид спорта? Какими качествами в характере должен обладать спортсмен, чтобы добиться значимых достижений в бильярде? А также в чем секрет ее побед? Чемпионка с удовольствием согласилась поделиться с нами. Анастасия Сингуриде начала профессионально играть в бильярд, только будучи студенткой первого курса. И уже в 18 лет спортсменка получила звание «Мастер спорта России». До этого девушка увлекалась стрельбой из лука, автогонками и смешанными боевыми искусствами. И никак не могла подумать, что судьба ее приведет к одной из самых древних игр в мире. У меня глазомер очень хороший был. И на кафедре нетрадиционных видов спорта в Институте Лесгофта в Санкт-Петербурге спортивном есть бильярд, есть преподаватель по бильярду. Я к нему начала ходить, и мне понравилось, у меня получалось. Пару лет я играла для своего удовольствия, раз в пару недель так тренировалась. Потом я пригласила тренер в другой вид бильярда, в снукер, который по евроспорту показывают. Я пришла туда, наверное, где-то в марте. В начале апреля я уже выиграла Кубок России. В том же 2014 году Анастасия уехала тренироваться на месяц в Англию. А когда вернулась, выиграла чемпионат России. Войдя в состав российской сборной по снукеру, спортсменка стала ездить на все чемпионаты Европы и мира. И уже спустя год титул мирового чемпиона достался молодой спортсменке из Санкт-Петербурга Анастасии Сингуриди. У нас возрастная категория до 18, до 21 года и взрослая. Я на абсолютно все ездила, потому что я на всех чемпионатах выигрывала или занимала призовые места, то есть я во всех сборных. Сегодня богатой копилке наград нашей героине может позавидовать любой профессиональный бильярдист. Однако самой значимой своей победой Анастасия считает призовое место в одном из первых ее соревнований по американскому полу. Я уже на тот момент относительно хорошо играла, но тренер меня мой не отпускал на соревнования, говорил, что ты не готова. Ну, я как бы увидела, что родители мои видели, что у меня уровень хороший, почему не играть на турнирах? И мы, не сказав «ну», я пошла играть на турниры. И это был чемпионат города женский по пулу. Я заняла третье место. Для меня это было что-то вообще. То, что я... там было где-то 40 человек. То, что я столько прошла, столько матчей выиграла. И после этого я стала играть в городские турниры. Я два года подряд абсолютно все этапы и все суперфиналы выигрывала. Китай и Индия – это два государства, которые утверждают, что именно у них в пятом веке зародилась игра, которую сегодня любят во всем мире. На данный момент существует несколько официальных видов бильярда. Пул, снукер, американские и русские бильярды, карамболь, кайза и китайский пул. Последний, самый новый и очень быстро набирает популярность. Международный турнир чемпионата мира по китайскому пулу проходил сейчас в Юшане. Это 600 километров от Шанхая. Мы туда ездили. Это уже третий год, как я туда езжу. Очень много игроков, и то они все по приглашению. То есть туда самому заявиться нельзя. Как на обычных. Вы подаете заявку в Российскую Федерацию, и Российская Федерация вас заявляет на этот турнир. Тут только по приглашению. То есть они отправляют лично каждому игроку или Федерации приглашение. Там система такая. Мы играем две квалификации. То есть две попытки есть пройти ее. Но в каждой квалификации вы играть сразу были. Проиграли и все. Не прошли. У нас как? Подразделяются интернациональные и китайские. А после 1.32 вас вместе соединяют. И я с 1.128 дошла до 1.8. И я проиграла 7.8 чемпионки мира. Китайские спортсменки считаются самыми сильными игроками в бильярд. Для жителей Поднебесной это не просто хобби или спорт, а смысл всей жизни. А поскольку конкуренция в этой стране даже между собой самая ожесточенная, китаянкам приходится тренироваться с самого утра до глубокой ночи. Анастасия также продолжает тренироваться много, даже сегодня, когда достигла всех поставленных перед собой целей. Если честно, я уже добилась всего, чего хотела. Я стала мастером спорта, чемпионкой всех турниров у нас в России. Зарабатывать на этом особо нет. Кризовых у нас таких больших у женщин нет. В планах, может быть, открыть академию, как в Англии, потому что в России у нас один только хороший тренер Андрей Виль, и больше тренеров у нас такого хорошего уровня, как он, нет в России. А пока Анастасия, химик по первому высшему образованию, тренер-преподаватель по второму, тренирует желающих освоить азы бильярда. И таких достаточно много. Я тренирую во все виды бильярда. Если маленький ребенок, то мы начинаем с пула, потому что там относительно маленький стол. И у меня есть дети 4-5 лет, которые даже достала, не достают. Такую передапарлоновую подставку или деревянный ящик. Они просто за собой достраивают этот деревянный ящик и с них ударь делают. Ну, с 3-х лет, и вот у меня есть и 60 лет, и 70 лет, которые приходят и говорят, мы хотим научиться играть в бильярд. Покажи нам, как. Дорогой спорт? Относительно других видов спорта, бильярд – недорогой вид спорта. Потому что вы играете в форме. Это черные брюки, белая рубашка, черная жилетка. Ки, ну, ки один на несколько лет. Анастасия убеждена, бильярд – это отличный вид спорта, который развивает глазомер человека, тренирует выдержку, гибкость и даже повышает мозговую активность. Снукер – это игра на очки. То есть надо как можно, ну, надо стараться как можно больше очков за один подход, то есть без промахов забить. И, то есть, вы забиваете шар, но вы уже не думаете о забите шара, вы думаете о выходе не только на следующий, но еще через шар. Сначала это сложно, да, продумывать все четко, а потом это просто вот так вот на 5-6 ударов вперед приходит. Когда полный стол, 26 шаров на столе, и вы уже знаете все, как вы будете 26 забивать. Однако для того, чтобы быть успешным в этом виде спорта, человеку необходимо истинно любить бильярд и получать удовольствие от этой игры. Но самое главное – спортсмен должен уметь держать под контролем свои эмоции. Изначально, почему я стала в это играть, и хорошо мне стало получаться, у меня очень хороший контроль над эмоциями. То есть я не позволяю себе злиться, выходить из себя или расстраиваться. То есть я это держу в себе, я могу только после матча это сделать. А во время матча или в перерывах, или даже между матчами, я не делаю, потому что знаю, тогда я не смогу прийти в себя обратно в форму. У каждого игрока в бильярд есть своя оригинальная стойка и алгоритм игры. Ки-спортсмены держат в разных руках и работают с ним по-разному. Невысокие игроки, как Анастасия, для того, чтобы доставать до необходимого шара, вынуждены иметь превосходную растяжку. Но каким бы бильярдист не был профессионалом, при помощи психологических инструментов его легко можно победить. Я играю в очень быстром темпе. И иногда просто игрок, мой соперник за мной не успевает, и она начинает теряться. Но я не могу, например, когда медленно играть. Я не могу просто. А если игроки встанут, походят, помелят кей, еще походят, еще походят. Встанут в стойку, встанут, помелят кей. И так может 2-3 минуты. Ну, многие так пытаются вывести соперника из себя. Меня так не вывести из себя. У меня в принципе сложно вывести из себя. Если со мной медленно играют, я начинаю еще быстрее играть. Тогда человек не пытается выбесить, а просто теряется. Большую роль в карьере любого спортсмена играет его тренер. Говоря о своем наставнике, Анастасия не скрывает глубокого уважения и признательности. Тренер сборной России Андрей Виль на связи со своими подопечными находится 24 часа в сутки. Даже глубокой ночью спортсмены могут набрать его номер и спросить совета. Анастасия и сама не раз обращалась к гуру российского бильярда во время мировых чемпионатов. Бывает, ну, патовая, безвыходная ситуация. И не знаю, как, может, как-то надо с другого угла посмотреть. Я просто звоню тренеру. Любое время дня и ночи. Любое время дня и ночи абсолютно. Это больше, чем тренер. Это наставник, это друг семьи. Мы называем его Андрей или дедуля. Ну, вот его все называют дедуля, потому что он относится, ну, как к своему человеку. Папа гордится? Да, папа гордится, ему очень нравится, что я занимаюсь. И успехов много, и друзей много. Все-таки одна большая семья. Есть с чем с кем-то общаться. Он с вами ездит на турнире? Нет, папа не ездит со мной. Я езжу одна, как бы, все. С нашей сборной. Он даже на матчи на мои в России, ну, когда мы в Питере, в Санкт-Петербурге играем, он не приходит. Папа не приезжает, потому что ты волнуешься? Ну, не волнуюсь даже. Я боюсь, например, что-то неправильно сделать. Папа скажет. Ну, хоть и не особо понимает папа в этом, но если, например, я промахиваюсь потом, ну, как же так? Ну, как так получилось? Ну, Настя, ну, как так? Отец Анастасии, Эдвард Сингуриди, знает о нелегком пути спортсмена к пальме первенства на личном опыте. Он двукратный чемпион СССР по автомобильному ралли, обладатель Кубка Европы и заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. У меня вся спортивная семья. Мама у меня мастер спорта по бадиментону, сестра мастер спорта по стрельбе из лука, папа заслуженный мастер спорта по авторалли. Оба родителя Анастасии греки. Отец-уроженец Санкт-Петербурга, мама родилась и выросла в Цалгском районе Грузии. Первые семь лет жизни Настя провела в Греции, поэтому сегодня она свободно разговаривает на новогреческом языке. Знает спортсменка и язык греков понта. Но, к большому сожалению, из-за плотного графика ей не удается активно участвовать в жизни греческого общества культурной столицы России. Я постоянно в разъездах, я очень редко бываю дома. Если я бываю дома, то я учусь шесть дней в неделю. Мне еще в это же время надо тренироваться и детей тренировать. Я поставила себе приоритет. Сначала получить образование, может, несколько образований, достигнуть какого-то момента в спорте и потом уже как-то стараться настраивать свою жизнь. Я хочу пожелать спортсменам идти к своим целям и не бояться никаких преград и переступать через все это с легкостью и выигрывать. Спасибо тебе большое за встречу, за интересную беседу. Мы будем продолжать тобой гордиться, но тебе успехов. Спасибо большое, мне очень приятно. Жизнь спортсмена – это постоянная борьба и в первую очередь с собой. Анастасия Сингуриди – это яркий пример человека, который смог добиться успехов во всех своих начинаниях, как в спорте, так и в учебе. И мы ею гордимся. Спасибо.